Привет, друзья! Сегодня мы с вами едем в антиролочную заброшенную деревню Токенского района Нижеродской области. В ней нам еще проехать нужно где-то 20 километров по асфальту и потом рунтовкой примерно с километра. В общем, включимся, как прибудем на место. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Ну и вот улица с брошенными домами. Машин свою здесь поставил, что давайте заглянем в эти покинутые дома. Крыша, видите, была изначально покрыта щепой, потом уже шифером. Шифер кто-то своровал немного. Но заперт дом висит замок. Такое друшевное крылечко. Заперто этот старый-старый, ведь еще замок был под специальный ключ. Видимо, эти даже изнутри заколотили окна. Хотя, может, со двора взломано. Вот сад фруктовый. Яблоня. Яблони. Яблони почти что нет, как и у нас в этом году. И поросли множество. То ли сливы, то ли вишни. А, вон двор приоткрыто. Воротина. Можно, в принципе, и попасть внутрь. Вот, видите, тоже опора. Тоже где-то журавль здесь. А вот он колыться. Вот она. Ух. Куда упадешь? Он что-то весь зарос, это обвалился. Вот здесь очень колыться. Прикрыть его чем-нибудь. Вот это вот. О, тут красдоски толстые. Не гнилые. А то кто-нибудь навернется. Или люди. Либо лось. А, здесь косоль, правда, нету. Лось есть только. Косоль в олисенных регионах, оказывается, почему-то нету. О, а здесь такая большая скамья. С широкой доской стоит. Протискаться. Оп, просел воротина. Так, двор. Здесь полнейший хаос во дворе. Козел, козел, кто как называет, но низенький совсем. Сюда вот бревна кололи, распиливали их на пеньки. Потом их кололи дровишки. Здесь, видите, в вороте сзади. Немного по-другому спректирован двор. Хотя и здесь вот тоже идти с двух сторон ворота. Здесь ульи. Большие прям. Большие ульи. Рамки для них. Ульи, видите, рукояти, чтобы их перетаскивать. Дом неподъемный. Поэтому ручки вдвоем. Большие-большие ульи. Там уже пусто, в плачевом состоянии все. Лесенки. И на чердак дома, и на чердак двора. Такая вот перила из жерди тоненькой. Ага. Смотрите, что здесь. Ох. Это мельница. Вот она. Сюда засыпается зерно. Вот они, две части половинки. Одна, видите, на ножках. Вторая вот она. И внутри набиты обычно гвозди или какие-то мелкие железячки, чтобы размалывать зерно. Ох. Видите, желудка? Ох. Тоже не часто такое встречаю. Но вот этот, как сделан, прямо интересно. Давайте я со стороны покажу. Сюда перейду. Фу, как она. На трех ногах. Класс. А вот и как она молотила. Молотить лен или что? Поправьте в комментариях. К сожалению, забыл. В наших регионах такое вообще не увидите. Тамбовской. Там. Там. Ченоземных. Ближлежащих. Регионах. Ни раз таких не встречал. Только вот Нижеродской пока что. Ярославской и Киевской областях. Но тоже всего. За несколько лет. Всего лишь третий раз вижу. Нет. Пятый. Ну. Сам видит, в принципе, ничего интересного. Покрышки там от мотоцикла. И различный уже, можно сказать, мусор. Ничего интересного нет. Четоке дома. Потому что еще потолка части нету. здесь полы сняты хотя замок висит видели прекрасно дверной на двери дома лесенка можно пройти по ней вот крепкая чулан небольшой тут открыть мух мертвых печь русская комбинированная лесенка наверх печи поваляться немного старой мебели триллиардами как мини стенка и вот такой вот шикарный старый-старый диван вы посмотрите а вот согласитесь душевно душевный диванчик пружины да ну да календарь 2010 год к ночи на кухонь к заглянем каменчик такие полки под посуду подполье давать заглянем очень интересно видимо в принципе банки с подкраски ведерки да и все тут ничего интересного ну и толщина досок видите да сотка вот такой вот следующий дом большой пяти стенок наверху светелка видимо там тоже резьба все очень сильно взросло здесь здесь даже на резных наличников то нету тоже дом не запертый взломаны видимо такая вот кошелочка из бересты здесь вот смотрите какой маленький но душевный столик бочка доме такой вот кавардак навели вижу и кухня приводные наклейки розочки старые часы янтарь душевники на батарейки на одной большой были здесь же настенный ковер с оленями где-то в лесу там он дом соломенной крышей лес наваленный изображение здесь и вот продолжение глава семейства мама видимо детки их не бабочка что идеи выпущу ну да мы кстати обратите внимание есть такие двумки на рамах что либо складывать ишь ты сюда ведь тут погибнешь ты упрямая какая те же выпущу где-то там был вот разбитое стекло живет еще одна пойдем воля смотрите какая необычная печь здесь начать на шестой 2015 такой вот отверстие здесь большую бою предположение чтобы доставить обувь и сушить судя по всему потому что печь затоплилась с этой стороны здесь и плита была ни разу таких печей не видел интересно 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 интересненько а вот здесь вот разбитый телевизор маленький сокол 32 т.ц. 402 д плену так советские названия для удивленными эти вот 3d 15 б т.ц. интересно каких годов он кто знает пишите комментариях первые такое встречаю сокол телевизор небольшой возможно цветной даже был и так вот что нашел знает игрушны грабли лишь что это кто знает пишите комментариях интересно также здесь такая вот игрушка мягкая вроде как зайчик на ушей только нет корень на дачку похоже и деревянные ложки расписные которые все мышки обгрызли часть села списные ложки давали напоминки родственникам так второе помещение дома там вот и дверь отдельный выход как и двухквартирный как будто бы дом то уже стандартная русская печь деревянном подклее подполье вроде ничего интересного там нет и покрышка мотоцикла деревянные грабли согревать сену одного зуба нету неплохом состоянии грабли пользоваться по назначению а а кстати это был большой магнитофон вот он его задняя часть внутренности нету смотрите здесь и децибелы видимо стрелочки крутить можно было двухполосная акустика авто автомат что ли автоном написано каких он на 80-х годов магнитофон и так думаю ни раз таки не встречал ну и кто-то алюминий приготовил хотя по сути ничего алюминий не стоит медь дорогая чуланчик с полочками здесь такой туисок тоже с бересты за ягодками ходить в лес лес это рядышком совсем давайте глянем двор двор от по сути какого-то и же не осталось только его каркас ну и вот смотрите старые санки уже немного подгнили проволочка смотана стоят вот здесь и медленно разваливается здесь еще один телевизор старый большой какой телевизор чайка и множество там тц пп 150 других цифр и букв и вот еще такие вот кошелки также из обеисты большие как бы туиски ну какая чайка большой телевизор ну а теперь давайте на чердака заглянем лесенка туда ух ты вы только посмотрите вот он красавец красавчик ткацкий станок почти целый ну одной треть примерно не хватает деталей но они тут часть лежат внизу вот они берду а вот и кстати штуки который помните мы одно нашли начинал ткацкого станка вот и большой вал чуть меньше малый вал а нет вот он малый вал внизу это второй большой красота не так часто их вижу но попадаются преимущественно вот только заброшенные рядки вятки она же кировская область и вот нижегородской области ну и пару раз находил не по одному разу в рязанской области деревне деревне заброшенной в тамбовской больше чаще вижу их вот более сильных регионах здесь почему-то сохраняли каски станки у нас тоже у меня папа варил в селе моем тоже многих были ткацки саки не у всех конечно но мы не сохраняли потом просто дрова пускать вот так вот не ценили якобы с дровами то все-таки было проблемно особенно 60 50 года как папа рассказывал мы следили не помню как правильно была профессия охраняли лес не лесничий как по-другому называли обходчики и как-то так и не дай бог тебя поймают даже с толстыми ветками будет большие проблемы поэтому торф копали вручную вот пока я у нас селе хворста тут собирали веточки топились а также сушили навоз он же каком кизляр или кизляк и навозом гать лепешки коровыми также сушили их топились некоторые конечно удивлялись я как говорил про год назад в одном из моих видео когда я нашел почему-то некоторые по нашу это торф тофт он тяжелый и он совсем другой это сушеный навоз им также топились и вот было проблемно и как мне говорили многие сожгли на дрова пустили ткацкие станки прялки и многое другое что старого деревенского предметов деревенского быта не сохранились поэтому а здесь еще одни леса здесь попроще видимо было в те годы плетеная не знаю что это к этого воронка вот кстати что свои тоже душевники стук тот имя самодельный сделанный вручную нефабричный душевно смотрится здесь видим маленькая светелочка а может быть и нет было нет не было просто так сделано было смотрите это причем ведь это цельные это не прибитые ножки ветви и часть молодого дерева было так вот спилена разрублена и и такая скамеечка который конечно съедят короеды активно а какая маленькая душевная но и вид с чердака этого дома на деревню такой вот вид время нас уже пол шестого вечера жара вообще не спадает ветер нету штиль очень сильная духота июль как-никак друзья хочу вам проекомендовать продукцию интернет-магазина любимый василек туда они зрители прекрасно видите что я часто у них приобретаю мне нравится то что у них огромнейший выбор товара приемлемые цены и самое главное качество давайте покажу что в этот раз я в них приобрел это две подушки ребяжий пух стёганые 70 на 70 мне нравятся подушки у них они упругие не пустые там набитные как я люблю потом три комплекта разных пассивных белья не что нравится у них огромнейший выбор как по размерам так и по расцветке когда заходишь на их сайт там просто глаза разбегаются чтобы выбрать то что тебе нравится все нравится все хочется давайте распечатаю и покажу вот такая расцветка рисунки постельного белья это без стопроцентный хлопок что еще хорошо в них не окрашивается при стирке нет никаких торчащих ниток никакого неприятного запаха следующее постельное белье без стопроцентный хлопок вот с такой вот расцветки рисунками интересненькое такое с одной стороны молочного цвета с обратной темно-коричневого цвета следующий комплект постельного белья вот с такой мод рисунком котики с одной стороны темно-темно-серого цвета с обратной стороны светлый также еще приобрел два покрывала 240 на 215 хлопок стопроцентной верхней ткани наполнитель полиэфирные волокно стопроцентная вот такая вот у него расцветка с верхней части коричненькая цветом внутри такой вот и полосочками белый с коричневым цветом и приятненько и приятненько на ощупь что еще нравится усилика у них видите все идеально простроченные все швы как его ранее никаких торчащих нет ни при запах никакого сперта в ничего нету также еще взял такие же реже пух стерлены подушечки но 40 на 45 размером этот на диван и к ним несколько разных навыков две вот таких вот навыки зимняя красота называется видите здесь изображена деревня и зимой такие вот симпатичные навыки идет маленькие подушечки такая вот одна габелин навыка и вот две однотонных распечаток показывать коричневая серая однотонная и вот такая вот молочная в общем вот такой у меня заказ часть подарки я приобрел дарить родственникам вот часть себе вот так что ли друзья рекомендую переходите в описании к видео по ссылочке на их официальный сайт при выбирайте приобретайте огромнейший выбор не только от постельных приоблежностей ну а также одежды для женщин мужчин детей вот так же для дома для кухни огромный огромный выбор всего вот и приемлемые цены как его раньше отличное качество вот рекомендую не пожалеете также у них есть сообщество социальных сетях канал на дзене и телеграм-канал ссылочка них также в описании смело переходите выбирайте приобретайте как для себя любимых так вот и в подарок можно рекомендую а мы продолжаем смотреть заброшенной деревне соседней с ним дом мощный большой добротный такой такой крылечко у него немного резное они элементы резьбы их смотреть какие толстенные широченные доски даже вот смотрите здесь резьба на двери немного обломаны уже здесь что-то все разломали доски приготовили выдрали смотреть даже три мешка цемента стоят живым пропали корчага разбиты ух ты смотрите еще один ткацкий станок нож такой-то одежды висит это горница вот и бердо долбленки палочки бабушка долбленая для ниток вот смотрите сколько здесь веревочек ниток шерстяных также зеркало старые развернуты но на принцип ильны даже не думал мне сам не увидим свое душевное зеркало авоськи термос старый советский что ли стеклянный но он разбился чего здесь только и нету туиски и березовой коры красоте не чесала совсем маленькая вот щепы пересты и чего это тоже такая вот кошелочек корзиночка даже не знаю как не обозвать еще туисок долбленка еще одна там это ткацкого станка ткацкий станок вот мешках песок здесь что-то хотя видимо ремонтировать ведь там цемент песок ну что-то пошел видим не так тут все вниз навалено ужасе полы как видите но укосится полы подкасть у смотрите какая большая разделочная доска эти тяжелая какая мясо теперь надо разделать зарезана поросенка большого где может быть теленка мясо на ней разрубали видимо разрезали на кусочки на супчик на деревенские домашние котлетки пельмешки вручную лепили все было натуральное но нужно было конечно вкалывать от зари до зари как говорится вот тоже ткацкого станка не помню как она называется надо подтянуть свои знания по ткацким станком а вот и челнок вот дай не ты не пить и наматалась такой там форма необычная пол и сквозная здесь отверстия здесь вот нет форме на в другая челнок все туда же поставим туда положим здесь мутовки а это что мутовка мы еще палочкой привязана из что-то связано непонятно так что давайте на чердак с заглянем сенска стоит не очень аккуратненько посмотрите какие мощные добротные бревна все на регионах регионах основу кирпичные ноги чему-то говорят что кирпич на это дома ночи деревня богатые плоды нет друзья это когда древизионный если очень много кирпичных домов то да да на это советских годов там где леса нет часто еще кирпичные заводы были не каждой деревне селе ну во многих в моем селе также был кирпичный завод который еще 80-х начать закрыли у нас к забыть кирпичный домов много бревенчатых не так уж и много домов потому что лес хоть и рядышком но дороже проблематичнее было сильных регионах наоборот бревенчатый не дома вот кто подскажет второй раз вчера тоже видел семью-то день поездки 2 уже поездки по северным где деревням нижегородской области второй раз вижу такую конструкцию не знаю для чего подскажите комментарий кто знает до этого никогда не видел а вот смотрите полова потолочная лава прямоугольная и тоже добротная мощная так мы еще сам дом не зашли еще во двор вот эти прямоугольная толстая широкая так давайте сходим в дом тут полы сильно прогнулись отдавить пусть то довольно таки печь русская 10 можно было поваляться на печи холодной розной зимой здесь обувь навальный одежда сюда чаще наверх матрас и стен набитый мои бабушки так тоже было вожу наверх я к ней приходил в детстве с горки накатаешься и я отдохнуть посушить намокшие штанишки и засыпал сразу на дом сильно косится такая люстра простенькая и коностас ну красного и ответь как здесь сделаны бревна интересная кладка бревен еще в пару деревнях видел тоже вот северных северной части нижегородской области так вот тоже сложены бревна интересно я не кал этот строительство старое надо быть каким почитать интересно ну и соответственно бревна видите так какие мощные толстые широкие и смотрите какие-то широкие половые доски вот на фоймой ладони сантиметров 40 на шириной мощно ну что давайте посмотрим двор этого дома лари подная навес скорее всего чаще и бывает там кукла здесь почему-то птичьи очень много навоза а вот такие вот своеобразно сесть и вот ласточки слетают они сдавить ему никто побеспокоил вас вон про вон все вылетелила загоны для скота ой доски знили овечья шкура вся уже такая оншелая лесенка на чердак двора с этой видите страны эти немного другая планировка поручни лыка висит лыжи больших сани и салазок здесь вот такая конструкция видим ничего на канале не выходила то раз вот я вижу нижегородских заброшенных деревнях это что-то нарезать такой вот даже не надо даже правильно назвать почему это наверняка есть название кто знает напишите комментариях и для чего именно предназначалась ну и синяк как обычно бывает на чердаках двора северных регионах покинутых деревнях данный момент так вышел я на улицу там удачный дом туда уж не пойду я и несколько полуразвалина домов еще осталось посмотреть вот этот дом с такими симпатичными также наличниками здесь скворечник обитый оцинковкой и смотрите созрела черемуха ягодки дом вроде как не запертый ложка ох ты смотрите кувшин так вот плетен стеклянный под молочко скорее всего можете под квас деревенский домашний прикроем дверцы старый диванчик 80-х годов примерно начал дом заглянем жилое помещение ну довольно таки пусто такой вот старый зеркало здесь и красный угол нижегородский деревня в каждом каждом брошенном доме обязательно такой-то резной и правильно даже назвать иконостас печь с отдельным затопом русская севарочные плиты были видимо 2 небольших собственно кухонка поле вот то он же ничего интересного там нет нам довольно таки пустой 3 можно чердаке что интересное увидим вот лесенка туда и силарь небольшая доска разделочная купная о смотрите это мутовка фабричная продавалась ручной миксер а вот и уже самодельный деревенский из-под шахмат шахмат нету а мужа не шахмат скорее всего не шашки ну и тут на чердаке ничего интересного нет прялочка какой-то бутыль а видимо детское шампанское что германия леонард ванки леви не набишь вино видимо такое бутыль похоже что литр не 075 старые чемоданы венчики ничего больше принципе интересно тут нет ну и во дворе посмотрел ничего интересного нет вот такой друзья видео об этой деревне кому было интересно подписывайтесь на канал кто смотрит впервые впереди много чего интересного сейчас пойду еще во вторую половину если там будет на что посмотреть если дома не заперты выйдет ровно через неделю вторая серия об этой деревне если не выйдет значит там все заперто ничего нечего смотреть соответственно кому было интересно пальчик вверх обязательно не ленитесь поддержите за мой труд все-таки шевдаль дальний регион езжу и только соседней рядом с моей родной тамбовской области кировской области ездил две недели назад и вот второй раз уже приехал в нижегородскую область венди назад я тут был только других районах вот подписывайтесь на мою группу vk и там где вы различные подборки более подробные истории фотографии заброшенных не только деревень там и церкви школы пионерлагеря усадьбы многое что другое подборки резных наличников с покинутых деревень различных риги регионов много чего еще интересном там увидеть ссылочками в описании к видео и канал на эндзене подписывайтесь там я пишу статьи тоже самое там более подробная история в заброшенных местах видео там также выходит и подписывайтесь также на мой телеграм-канал там я коротенькие видео витерикальные телефоны снимаю публикую прям сразу как только вот я сейчас видео отснял потом поеду ближе к райцентру появится мобильный интернет я публикую и вот за мои подписчики там уже сегодня через пару часов узнают что я вот побывал им показал самое интересное что ближайшее время они теперь знают выйдет на моем канале так что подписывайтесь там тоже интересно все насел ссылочка в описании кому хочется помочь копеечка на поездке на бензин в описании так найдете реквизиты буду очень рад без вашей помощи финансовой проблематично сами же прекрасно разговаривал он знаете youtube дзен еще практически не платит рекламодателей практически нету если кто есть то только бартером ни копейки денег не платят поездка очень затратный сами понимаете поэтому чтобы больше видео выходило если вам хочется не трудно копеечкой помочь на поездке на бензин буду очень очень благодарен в общем проехал я на машине второй половины деревни дома все заперты некоторые видимо тоже дачный но просто не приезжали еще в этом году трава просто не скошена ко всем домам подходит провода все цивильно вот этот дом окашивался принципе не так давно к нему новый провод подходит все таки ж и но перепутал не последний дом с этой стороны дачника а вот он и у него даже камеры видеонаблюдения висят вроде тоже как запертые дома в общем второй серии не будет об этой деревне у него и табличка он или что видеонаблюдение там несколько камер висит можете поверить мне на слово показывать не буду ходить все время тикает мне надо еще одну хотя всем деревне подалеку здесь отсидеть вот тоже похоже что дачный просто не приезжали счет маду провода подходит и счетчик новый на улице выведен а мы с вами были в той половине в общем такая вот половина только деревне мы с вами посмотрели ее брошенных домов все едем другую деревню время 6 вечера еще осталось три часа и бы стемнеет учеты солнце спряталась тучи какие-то натягивают облака вроде дождик не передавали ладно встретимся другом видео о другой заброшенной деревне всем пока пока